Ребят, всем привет! Сегодня я хочу вам показать очень легкий урок по заливке флюидарта и также по прорисовкам. Единственное, там будет чуть-чуть сложность с прорисовками черепах, но я максимально-максимально нахожу фишки, как облегчить процесс рисования для тех, кто не умеет вообще рисовать от слова совсем. Если что, у меня нет художественного образования и всякие навыки я получала собственным путем. Итак, у нас первая заливка будет техники флюидарта. Я не буду останавливаться на пошагово в подробном объяснении, как заливать. Посмотрите, как я сделала березы, там я подробно рассказала, как замешивать флюидарт. Если будут вопросы, пишите, с удовольствием отвечу. Итак, я замешала флюидарт, состав, вот он. Силиконовое масло еще не добавляла, специально включила, чтобы при вас капнуть по капельке. Если у вас нет силиконового масла, возьмите спрей аэрозольный, силиконовая смазка автомобильная. Стоит 120 рублей, по-моему, в автомобильном магазине. Смотрите, я по одной капельке добавляю вот сюда две, в черный. Добавляю в состав, потому что я не люблю, когда сильно много ячеистов. Мне нравится, когда вот эффект дается с одной каплей. Если вы любите и хотите прям, чтобы много-много было ячеек, то, пожалуйста, добавляйте больше. Или пшикайте, знаете, если по пшикам, то это по два пшика таких напористых аэрозольным силиконовой смазкой. И смотрите, тот замес, который вы будете делать основной, уберу сюда сейчас, естественно, того замеса вы должны замешать краске больше. Потому что мало того, что через него цвет будет проливаться, так и еще он идет на расход на основу. У меня основа будет черная, у меня основа подрамник вот такой из ДСП, грунтованный уже белым акрилом. И я его хотела под алкогольные чернила пустить, но сегодня щелкнула, и будет флюид. Итак, что делаю? Делаю основу. Кто пробовал технику флюид-арт, знает, что флюид-арт любит, когда жирненько, любит, когда просторненько и когда есть на чем разойтись. Поэтому для основы мы не жалеем краску, и мы ее наносим прям, знаете, не тонко, а чтобы прям жирненько было. Сейчас я буду просто переливать. Мне нужен эффект моря, поэтому я буду заливать сейчас такими кривульками и перетягивать. Поехали! Так, и не спешите. Видите, как я держу стаканчик? Давайте, пускай краска повытягивается. И оставьте, не трогайте. Пусть так будет. Узоры делайте разнообразные. Благодаря тому, что вы нальете жирненько, у вас будет краска расходиться максимально легко. Хочу чуть-чуть раздуть феном, но вот этот край мне очень нравится. Сначала поперетягиваю лучше. Вот, да, сначала чуть потяну. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Оставляю высыхать, дальше будет еще круче. И посмотрите, какое у меня тут флюидартовское богатство. Жду, когда высохнет. Это первый слой заливки. И вот прям видно пузыристость. Продолжение следует... Продолжение следует... Прежде чем рисовать, нужно обработать поверхность влажной салфеткой, спиртовой или мыльной тряпочкой, тряпочкой смоченной в мыле. Лучше сделать тряпочкой смоченной в мыле. Зачем? Чтобы убрать силикон. Зачем нам мешать зеликон будет? Тем, что я сейчас буду рисовать, а потом хочу перекрыть все это смолой, и смола будет кратерами ужасными. Поэтому я сейчас обрабатываю спиртовой салфеткой, а потом мыльным раствором обработаю. Я намечу тело, и уже оттуда буду рисовать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...